Доброе утро, девчонки! Доброе утро! Все купили? Да Ну мы едем сразу во вкусную точку Конечно Мы уже голодные, кофейку А еще как думаешь, что я тебе купила? Не знаю Ну О, я его люблю, очень сильно А еще я в говно наступил Ну, вонять теперь будешь В чье? Собачь? Да А где ты вот сумки? А вот сумки, короче, там немножко разгребал в багажнике Ну ты вытер все Ну я постарался, да Ну говорят, это к счастью Ничего Да, уж такое счастье, спасибо Че, открываем, а? Немножко позавтракали Сейчас кофеек, пьем в дороге И немножко встряли тут в пробку на Мкаде Ну она небольшая, на 8 минут И дальше вырвемся уже на платку Она, кстати, не дешевая Вся трасса у нас около 3000 рублей Будет Поэтому Ну потом по транспортеру посмотрю И отель мы еще не заказывали Будем это делать в дороге Тот, который мне нравится Докландс он называется в Питере Он достаточно дорогой Учитывая, что нам даны два номера на две ночи Это 64-24 тысячи рублей получится Да, дороговато Поэтому выберем что-то подешевле Ну я постараюсь найти номер там где Будет две комнаты Чтобы не переплачивать за два номера Ну как в Брянске Если получится найти Обязательно это сделаем Тут был один номер с двумя комнатами И тогда у нас получится все Около там 10-12 тысяч рублей На две ночи На настояне Лучше эти деньги прожрем Да, да, да Пропьем Хоть я и не пью Ну лимонадики Ну почему ты говоришь Пропьем Это значит алкоголь Пропьем не знаю Смузи там, кофе, коктейли какие-нибудь Не обязательно алкоголь В машине у нас тихий час А я заехал на Роснефть Сейчас дозаправлюсь Друзья, нам три часа осталось до Санкт-Петербурга Мы заехали в гриль-кафе Наше любимое заведение Я, честно говоря, даже не знал, что у нас здесь есть Хотя уже по этой дороге неоднократно ездил Ну, наверное, борщ Что еще мы хотим? Я, может, котлетку съем с пюрешкой Как обычно Борщ, котлета домашняя Пюрешка девочка Я люблю строганную с пюрешкой Ну и булочки Это я себе взял в борщу За обе щеки, да? Голодные Ребят, но традиционно очень вкусно Сытые, довольные С собой еще вот такие булки ели Они тут такие вкусняшные А что вы стоите ждете? Без меня не открывается? Да, не открывается А, окей Я вот думаю, блин, заправляться мне или нет Там такая очередина В принципе, у меня топливо есть прям до Питера хватит А, ладно, пофиг же А где моя ножка? Коля, а ножек всего две Подарок А главное Внимание Правда, мальчики? Да, да Какой хороший подарок мне подарили Сухую, да? Сколько можно тут нам улыбаться? Друзья, ну мы в Питере Я решил девчонок по центру прокатить Вот у нас здание адмиратейства Сзади Исаакиевский был Впереди у нас что там? Стрелка, по-моему Эрмитаж Да Чуть-чуть вот так прокатимся А завтра уже будем гулять Довольно? У нас на горизонте Эрмитаж Чуть-чуть проезжаем все это дело Ну завтра здесь все посмотрим днем Мне нравится Подсветку сделали классно Я когда сюда путешествовал еще будучи школьником Было похоже Девять вечера мы приехали В итоге не стали заморачиваться Взяли ну такой достаточно дорогой апарт-отель в Докландс Я здесь уже был Когда ездил по работе Мне он очень понравился Здесь такие лофт номера Вон там девчонки идут Что-то тоже записывают И сейчас мы будем заселяться За два номера мы заплатили 10 670 То есть не ошибаюсь Что нравится Здесь очень прикольная территория То есть есть кафешки Ну и в принципе такая атмосфера Прям супер приятная Сейчас чуть-чуть вперед пройдем Я вам покажу Ну тут с угла начинается Стиль комфорт Барбершоп И вот там на фоне Питнес клуб Кафешки Ресторанчики Ну прям миленько здесь Подсветка красивая Сейчас конечно у меня камера трясется Потому что я выключил стабилизацию Но днем я вам еще раз покажу Поэтому не переживайте Вот мы идем сейчас к ресепшену Там он находится Я конечно подустал Потому что сегодня не выспался Вчера была А, четверг был, да Сегодня пятница Легли с Катюхой в 3.20 Потому что я влог предыдущий заливал Заморачивался А встали мы в 10 Ну потому что надо было пораньше Все-таки выехать в Питер Пока собрались То все Еще пару часов Вот И к 9 приехали Нужно было бы и побыстрее конечно Но Безопасность превыше всего Что, как вам территория? Вообще классно Мне нравится Очень красиво здесь А вот так он выглядит Если смотреть на макете Мы вот в этом здании живем сейчас А вы, получается, где-то здесь остановились? Мы вот здесь Смотри, видишь Вот инвалидные места И вот тут как бы Вот там же шлагбаум был Да, но здесь просто немножко неправильно Да, неправильно Потому что я помню, что там был бордюр А здесь трава на этом месте Ну они просто не дорисовали Не стали заморачиваться Потому что мы вот тут где Вот этот газон, которого на самом деле нет Там не газон, а на самом деле парковка Да, да Ну бетон сплошной Живем мы сейчас на третьем этаже В прошлый раз я жил на 14-м И смотрите, нам сейчас налево А я в прошлый раз направо заворачивал отсюда Ну ничего Какая нам разница? Нет, ну просто на 14-м все равно прикольно Хотя у меня вид был на ленту Вот которую мы только что проезжали Ну да Там как бы ничего интересного Ну А если вот туда смотреть Вот строго Там река У нас только ночевка Нам в окно смотреть как-то А у нас два номера рядом? Да Ой, меня зажало А где третий? Тут четвертый только Да, мы как дровосеки перепутали лифт на второй, третий этаж Это отдельная кнопка Зато он побольше и посветлее Да, 484-й, а у нас через один Клюшки Клюшки, блин, не как в отеле, а как просто в квартирах Здесь свет Вот Ну смотри, здесь в принципе большая достаточно спальня У меня получше был номер Но здесь все равно прикольно Угу Давай, аккуратней Тут очень тяжелое вот это стекло Да, если что, можно выползти Давайте по удобствам покажу Быстренько Шкаф Фен есть Тапочки есть Да, у меня побольше был в прошлый раз Если мы собирались проводить 24 на 7 своего времени здесь Тогда мы бы тщательно подходили к выбору отеля Так как надо только переночевать, помыться Не, он очень достойный Смотри, мы сейчас взяли два номера Самых базовых Угу И цена получилась 10 там с чем-то Когда я ездил по работе, номер чуть дороже стоил Тут ванна была побольше Все есть Отлично Ну, слушай Переночевать вообще нон Самое главное здесь Мягкие подушки и матрас В Дагестане нашли отель просто в последний момент В котором мне было страшно спать Потому что на кровати были всякие разводы И все было стрёмно Но у нас других вариантов нет А, это где шторки не было еще Да, да, да Ужасный отель Это даже не отель Это не знаю что А здесь вообще круто Придраться не хочу Мне нравится Класс Ну что Будем раздеваться Да У мамы такое же номер? Да Да Хочешь сходи к ней Пойдем в гости Хотя вы меня подожди Я скину рюкзаки Подожди Они достаточно тяжелые Картина тут Ну что, как тебе ма? Отлично, осваиваюсь У него номер другой У него, во-первых, есть вот эта штука Лампа с зарядкой беспроводной Правда у мамы беспроводной зарядки нет на телефоне Потому что айфон восьмой А так все то же самое Мама, иди покажу Если что, она открывается Ой, как здорово Можешь выйти посмотреть Ну вида, правда, никакого нет Но, как бы Скорее всего, это квартира, да? Это студия Ну это как? Апарт-отель считается У них несколько этажей, они сдают А кто-то здесь покупает и живет Понятно, семьей здесь тяжело жить Вот так вот в одной комнате Да какие такие необычные зоны сделать? Ну они еще и высокие Как будто просто взяли и наждачкой прошлись по нему Ну дизайн здесь прикольный Пока я начал спорки Спорки мы Не показала вам маленький момент Мыло здесь есть Щетки тоже Шампуни, гели и прочая фигня То есть не надо никуда звонить Полотенчики висят Так что все отлично Ну и все, друзья Я не заканчиваю этот влог Мы будем отдыхать А завтра уже будем гулять Доброе утро, друзья Мы проснулись в 10.30 Сейчас уже будем потихоньку выползать На улице Лондон Просто туман И 0 градусов 10 минут буквально назад встал Да, вид у нас Ну конечно такое себе Но нам пофигу было Главное отдохнуть Ух, как я замерз-то Ничего себе Все, будем сейчас одеваться И наверное поедем на Финский залив Ну конечно еще позавтракать надо будет У меня лицо такое, как будто я бухал Но я не бухал Уже 7 лет Или сколько? Тоже больше Вот Квас и кефир это тоже алкоголь Алкоголик получается Алкоголик И там у нас фонумента Причаска Причаска здесь сегодня интересная Молокация Да Все нормально Попробуем Нам с мамой повезло Первым нам принесли Омлет у мамы У меня блины Молокация Катюша С детства Йогурт А за завтрак мы дали 1630 рублей Что вам в целом как? Омлет вкусный? Молокация Для гранолы мне очень понравилась С плевкусом прям какого-то пальмового масла Знаешь, такое прям Перегоревшего Ну сами не понимаю Не, ну у меня блины вкусные были Мне тоже понравились Сытые, довольные Идем к машине И едем на Финский залив Я вам обещал еще территорию здесь показать Очень красиво Много зелени О, Катюнь для ливневой орешечки подготовил Надо машину закрыть Все, мы встали на парковку Сейчас будем искать где там вход Я конечно все забыл Потому что последний раз в Петергофе был Когда школьник был Ну там на автобусе подвозили Единственный вот минус Смогу ли я нажимать кнопку записи Да, просто с большим пальцем У тебя кнопка записи вот такая огромная Ладно, я думаю получится Это мне нужно вот эту вот маленькую штучку там подвигать У меня на перчатках даже есть на пальчике вот такая вот пипка Чтобы в телефоне можно было сидеть А мне главное кнопку нажимать на GoPro Ребят, ну сейчас в парк мы вошли абсолютно бесплатно Может быть не сезон или День народного единства, не знаю Естественно фонтаны не работают Ну это как бы понятно Потому что сейчас на улице минус один Ну и вот такая здесь красота Субтитры сделал DimaTorzok День народного единства Было бы классно сюда, знаете, когда в мае съездить Вот сейчас минус один, ребят Холодно так, просто пипец Потом будем отогреваться чаем Летом здесь все заполнено вот так водой Вот это прям красота, красота Ну ничего, будет повод еще раз съездить, да? Вот Заодно в такую погоду протестирую GoPro Потому что теперь в одиннадцатой по умолчанию идет эндуро аккумулятор Который как раз предназначен под минусовые и супер плюсовые температуры Но тут будет живой тест драйв Катюшкин мой совсем замерз Ну мы сейчас посмотрим на вот эту панорамку 360 Финского залива И уже пойдем назад Сумолет слышу, я слышу сумолет Пукова летит Все реки деревья прикольные, шарообразные Деревья-то прикольные Еще блесточки были И вот там на горизонте тоже такие же стоят Там очень красивый вид Я вам приложу фоточку, у меня есть Я там снимал в свое время Еще пять минут и начнет прям супер катечь из носа Очень холодно Сейчас у меня окончательно отвалятся руки Потому что варежки я отдал Кате Она прям очень сильно замерзла Я вот подсниму сейчас панорамку залива И уже побегу к ним назад Они там возле деревьев стоят Там не так ветрено Ух, витрина И вот он финский Очень красиво Я еще помню историю, ребят Вот показываю на горизонте Там есть берег Он такой с камешками И немножко спуск вниз идет Мы когда были школьниками Старшей класса, да, были Мы в каком-то баре напились И поехали с ребятами в Питер И один наш товарищ Там, короче, в полупьяном состоянии Увидел меня Летит такой Ежов И ногу сломал И причем узнал об этом уже на следующий день Когда приехал в Москву Потому что она у него болела И вот тут тоже симпатичненько Камни, деревья Все выглядит очень-очень круто Мне кажется, если я сейчас улыбнусь То у меня треснут губы Серьезно Ой, я стараюсь сильно не смеяться Но по парку мы не будем гулять Тут зелени никакой нет Поэтому сейчас пойдем уже греться И дальше в Кронштадт поедем А вы куда? Нам туда, да На ту сторону В целом симпатично Но, горе, надо возвращаться Когда будет тепло Фонтаны работают Тут полное великолепие, конечно, будет Уточнил сотруднику Росгвардии Официально, когда фонтаны закрываются Вход становится бесплатным 18 октября они вот Закрыли сезон Я решил, просто мы вон там с вами шли А сейчас вот через скверик пройдем Красивенько здесь Смотри, какое здание деревянное Клевое Все, Катя уже разговаривать не хочет Сейчас согреешься Машинку я включу Я больше не хочу разговаривать Я не могу У меня колыске заморозка вкололит Губы Ноги, руки Нет, именно в рот Когда, знаешь, зубы лечат, кол ставят И ты пытаешься что-то сказать Но ничего не получается А еще, знаешь, когда заморозка ставят Ты пытаешься покушать Все изо рта валятся Потому что ничего не чувствуют А у меня сейчас то же самое Девчонки, все согрелись? Ну, руки еще ледяные Ну ничего Как и говорил, мы сейчас в Канштадт Уж не знаю, будем там бродить или нет Что нравится, немножко распогодилось Даже какой-то намек на голубое небо Друзья, ну мы приехали в Кранштадт Что мы знаем об этом городе? То, что это город-порт Тавтология Живет здесь по последней переписи 45 тысяч человек Но встали, правда, как дебилы Автобусный разворот Здесь куча-куча воды Ну, очень красиво, я хочу сказать Сейчас еще вот туда дойдем Посмотрим панорамку 360 Ну и традиционно нас сопровождает ветер и холод Вот вы через камеру не чувствуете Но лицо замерзает прям за 10-15 секунд Не шучу Большой, очень большой акцент на погоду делаю Но Тяжеловато снимать, правда Надеюсь, еще моя вот эта пенка спасает от ветра Потому что мне по ушам долбит достаточно сильно Надеюсь, вы все слышите Ну, классно Если было бы тепло, ребят, не вопрос Я бы тут весь Кронштадт облазил А так тут какие-то знаковые места Еще здесь, ну, наверное, частный аэродром недалеко Потому что очень много цесн летает Вот еще одна Холодно? Вон, смотрите, покатюхи У меня аж пальцем начинает неметь за 2 минуты А сейчас мы снова прыгнем в тачку и поедем уже в Питер К Исаакиевскому собору В галерею сходим Чома Ты все хочешь понять, где Финляндия? Да Я тебе потом пальцем покажу Сейчас покажу А где Финляндия? Где Финляндия? Финляндия рядом с Выборгом До нее доехать можно Если бы сейчас было лето, не вопрос, я бы туда съездил Поездил Баваны уже почти дошли Вода красивая Все очень замечательно Панорама кайф Все, у меня батарейка одна уже садится Ну, вот так вот, чтобы вы понимали Хватает ее где-то на час-двадцать записи В режиме 5,3к 30 кадров в секунду Друзья, мы как и хотели Приехали к Исаакиевскому собору Потом сходим до Эрмитажа И лишь потом уже съездим в торговый центр Потому что надо поесть Мы только позавтракали Сооружение, конечно, очень величественное Я вам потом интересные факты какие-то подпишу Очень удачно мы встали на парковку Я когда был маленький, поднимался туда на крышу Там такая винтовая лестница прикольная А когда вниз спускался, у меня же голова закружилась Что за реклама? Пицца? Наверное Ну, давайте подойдем Можно внутрь туда зайти Ну, платно Да, платно, конечно Мама там уже заприметила какие-то товары Платочки Ну что, мы будем заходить туда внутрь, посмотрим Интересно? Да, немножко давайте взглянем Давайте, да Вот это величие, да? Да Дверка такая, вообще Целое произведение искусства, да? Да, в музей, да 1350 Ну, мы не будем подниматься на колоннаду А так просто в музей зайдем Каждому по билетику Дизайн вообще не поменется Да, так лучше Там просто штрих-код же, да? Целома, проходи Молодец А так по билетам Все, заходим Мамка испугалась Мамка испугалась Нет, я просто боюсь Маска Уже красиво Да Мамка испугалась Мамка испугалась Мамка 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 Чувствуешь, да? Пахнет, как в храме Свечками Ладаном Да, ну здесь же каким-то дням идет богослужение Остальные дни Мамка Модель разреза купола Мамка Мамка Как раз вид, который открывается, если на кого надо подниматься. Если хотите, поднимитесь. Я не пойду, там высоко. Я понимаю, там вниз спускаться очень тяжело, у тебя голова закружится прям в 100%. А так как мы все в одной лодке, будем делать все одинаково. Что ты будешь стоять, наждать здесь? Это икона Богородицы с младенцем. 1847 год. Ой, что-то обрязкивает. Не, очень красиво. Словами не передать. Невероятно, конечно. Классные домики, да? Да, можно в дворы даже зайти, если хотите, посмотреть. Хотите? Не знаю, открыто здесь или нет. Да. Пойдем. Обожаю питерские дворы. Самый центр. Но они примерно все одинаковые. Во. Заходи смелее, что ты. Питерские дворы. Да. Снаружи так красиво, а внутри. Это еще не самое плохое. Нет, это не самое плохое, но они плюс-минус все похожи. Что-то Катьке неуютно будто бы, да? Серьезно. Так, я вот за этот предел, будто не ходишь заходить. Во. Вот тут каждое здание просто памятник архитектуры. Ходишь, вот так вот крутишь головой, смотришь какие-то детали. Это невозможно через камеру передать. Надо просто приехать и все это смотреть. Ну, пойдем еще чуть-чуть прямо к Эрмитажу. Может быть, мы здесь какой-то ресторан выберем? Хотите, нет? Ма. Ну, а? Или вы прям в ТЦ хотите? Чисто питерская тема. Заборы на крыше. Чтобы не перелезали. А мы практически дошли до Эрмитажа, до Дворцовой площади. И сейчас там немного погуляем, а потом будем какой-то ресторан искать. Потому что уже хочется, конечно, поесть. Я предлагаю потом просто Катюшке по рейтингу что-то посмотреть прикольное. И зайдем, посидим. Знаешь, что вся хрень? Чё? В том, что здесь рейтинг высокий. Я выбрала высокий рейтинг. Там на третьем месте Бургер Кинг, на втором Киев Си, на первом столовой номер один. Которая вот сзади нас осталась. Да. Ну, я не хочу Бургер Кинг, это глупо. Я уже это говорю, потому что я пытаюсь найти какой-нибудь ресторан, а здесь по рейтингу почему-то все люди ставят высокий рейтинг. Ну, я понял, масс-маркет по сути, да? Не, ну, это не классно. Я хотел бы прям посидеть так, отдохнуть. Не-не-не, тогда это... Это я могу и в МакАвто так съездить. Ну, в смысле, вкусная точка. Ну, и мы на месте, ребят. Народа очень много. Несмотря на то, что в Питере я был уже много-много раз, каждый раз как ребенок восхищаюсь. Насколько же красивое вообще сооружение. Просто невероятное. Сейчас еще сняли обложечку для Катиного канала. Ей очень понравился кадр. Поэтому потом Катьке тоже залетайте на канал. У нее своя интерпретация Питера. Хочешь, возьмем? Май, есть шоколадки большие, крупской? Ну, беру в пакетике, как ты думаешь? Ну, давай, да. Попробуем, возьмем, да? Да, есть вот ленинградские конфеты. Крупской сейчас конфет набрали почти на 5 пассарей. Вот такой пакет. Тяжеленький. Одема. А вы видели, да? Тут вышина воды была 7 ноября 24 года на этом уровне. Практически сделали полный круг. Тут тоже красивая площадь напротив Исаакиевского. И вот Сан-Собор. Мы уже прям тупим, очень сильно голодные. Это мы будем искать заведение. Хотели сейчас в один ресторанчик зайти. И счастье называется возле Исаакиевского. Но не было места. Да, мы с этого... Ищите машину, она где-то дальше. Поэтому поедем, наверное, в ТЦ-галерею. И там посмотрим какие-нибудь едания. И вот здание Зингерма. Вот светится, видишь, купол. Там ВКонтакте. Не знаю, до сих пор сидят или нет. Ну, тоже. Вот, обрати внимание. Вон, компания Зингер. Очень красивая. Нам чуть-чуть буквально. 2,8 километра, и мы в галерее. Практически на месте. Вон, легендарная вывеска. Город-герой Ленинград. Стелла. И вот там справа, Московский вокзал. Куда приезжают все москвичи. А у нас, если помните, Ленинградский вокзал. Я есть буду сегодня. Пожрать не даю, да? Ну да, пока не снимут. Но с ней есть. Это мое. Это Катина. А я супы-то съела. У нас еще супы были, да. Но я не заснял. Очень сильно голодные были. Но сейчас уже прям хорошо. Еда, это кайф. Субтитры сделал DimaTorzok